Прекрасны, как яркие звезды, девочки в ринге, но что одни, что вторые, далеки и недоступны. Привет, мощнохвостые моржи! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на самые интересные и шокирующие моменты бойцов с ринг-герлами, которых все хотят потрогать и не только, но иногда приходится и бить. А пока красотки маскируют фингалы, подпишитесь на канал. В этом видео после объявления победителя корейскому бойцу сказали сфоткаться со своим трофеем рядом с девочкой в ринге. Он так и сделал и не стесняясь прижал ее к себе, как нормальный мужик, который всегда не против пообнимать красивую принцессу. Девушка, как белоснежка в первую брачную ночь, сначала даже пыталась оттолкнуть бойца и ломалась, показывая, что ей некомфортно. Но на этом все не закончилось. После этого она, как подлая медуза Гаргона, обвинила корейца в сексуальных домогательствах, чем очень подпортила ему репутацию. После своей следующей победы нашему тигру снова предложили сделать фото с трофеями девчонкой. Но он, как короб, один раз попавшийся на крючок, больше туда лезть не собирался. Пацан со всех ног убегал от девки организаторов. А то кто его знает, что за ведьма попадется на этот раз, еще сжениться заставит после обнимашек. В общем, пацана научила на всю жизнь. А вы тоже делайте выводы, кого тискать за ляжки, а от кого ляжки уносить. Бойцы очень нежный и эмоциональный народ, поэтому на поражение могут реагировать по-разному. Кто-то плачет, кто-то бьет тренера, а кто-то обвиняет судей. А самые дикие бизоны могут увалить и девчонку. После объявления результатов боя, боец от разочарования выдернул свою руку у рефери и в сандалил четкий правый сбоку девчонке, которая стояла сзади. Конечно, он это сделал ненарочно и сразу подбежал к ней извиняться, но это было эпично. Разочарований в жизни как блох у бездомной собаки. Если на каждое реагировать фатально, на жизни останется времени. Поэтому относитесь к печалям с радостью, а то после таких случаев или денег отсудят, или жениться заставят, а потом все равно денег отсудят. Не каждый рождается орлом, но даже дождевой червяк хочет в жизни славы и признания. А уж любой боец тем более. В своем бою Блэр одержал уверенную победу и после объявления результата все камеры, аж одна, были направлены на него. Но как черная туча, закрывающая яркое солнце в прекрасный летний день, Ринг Герлша решила забрать часть славы себе и стала прямо перед ним, за что получила замечание и настойчивую просьбу отодвинуть свои бразильские ягодицы. Девок много, а побед может уже и не быть, поэтому нужно брать от славы по максимуму. Долгий огонь закаляет сталь, а много трештока подогревает интерес к бою и поднимает гонорар. Так было и в бою Гарсии против Родригеса. На битве взглядов Родригес начал угрожать Гарсии и оскорблять его. Ну в общем, как это делают все червяки, повстречавшие улитку на своем пути. Но разговор перешел в толчок, от которого больше всего пострадала красавица за спиной Гарсии. Обратите внимание, что блондинка за спиной Родригеса уловила, к чему идет дело и тихонько отошла. А брюнеточка фишку не срубила. Вот и думайте теперь, кто тупее, блондинки или брюнетки. А может это просто опыт разборок в баре. В общем, как бы там ни было, но Гарсия за свою красотку отомстил. А это видео феноменально, как полет курицы через океан. Чтобы такую видеть, нужно немалую удачу. А если на это посмотрели вы, значит она у вас есть. Суть проста и в то же время невероятна, как цветение подснежника. Пацан решил размяться перед боем и сделал пару прыжков. Но никто не мог понять и поверить в то, что он травмировался. Вы все правильно поняли. Чувак травмировал сам себя еще перед боем. А самое печальное, что никто не вышел ему помогать. Ни рефери, ни его же секунданты. Только Рингерша, как золушка, помогающая всем обездоленным зверюшкам, подбежала к пацану и начала его поднимать. Даже у великого Пакмена были приключения с девочками с ринга. Конечно, видео компромата с отеля у меня нет. Но есть видео с битвы взглядов. Где по команде повернуться лицом к друг другу, Пакьяо повернулся к грудастой красотке, а не брутальному сопернику. И правильно сделал. Лучше смотреть на симпатяшку, с которой можно будет отметить победу, чем на перепуганную морду противника, на которую и так насмотришься в предстоящем бою. У Уайлдер известен своим желанием дикой гориллы все время орать, показывая свою незаурядную мощь. Но нужно же быть аккуратнее в своих порывах. А то можно перепугать кого-то до конфуза. Так и произошло на одном извешивании, когда Деонтей вошел в вес. Он так обрадовался, что издал вопль победоносной устрицы, от которого маленькая и хрупкая девочка аж подпрыгнула и напрягла не только глаза, но и персиковые ягодички. Хоть она и быстро сообразила, что это не пожарная сирена, а всего лишь крик здоровенного мужика, надеюсь, что до уборной припудрить носико она добежала быстро. Я думаю, все вы догадываетесь, что девчонки в ринге также понимают в спорте, как толстолоб в рыбалке. А их главная задача сделать классную фоточку для соцсетей и попасть на ТВ, хоть на пару секунд. Но в этом бою девчонка показала, что терять надежду никогда не стоит. Пока один из бойцов лежал в полной отключке, а над ним колдовали доктор, секундант и тренер, чтобы хоть как-то привести его в чувство, наша красотка, полная оптимизма, вышла в восьмиугольник с табличкой «Второй раунд». Вот это лучшая поддержка для бойца, когда даже такая принцесса в тебя верит и надеется, что ты поднимешься и продолжишь бой. А закончим мы поучительным видео про подлую развратную кобру, которая прикидывается ласковой лисой. В интервью после боя проигравший боец просто закончил свои слова поцелуем в губы, за что репортерша ответила «спасибо» и мило заулыбалась. Затем она пошла на вечеринку после боя уже к другому бойцу, который выиграл, где начала исполнять дикие танцы с третьим бойцом. Когда это все всплыло, как собачьи отходы по весне, она заявила, что просто хотела взять интервью у бойцов, а они начали ее принуждать к разврату и подала на них в суд. Вы же знаете, что за океаном подать в суд – это как купить хлеба в киоске. Насколько это и помогло в подмоченной репутации и карьере репортера неизвестно, но деньжат она отсудила. Пишите в комментах, что бы вы сделали с этими красотками. Конечно, если дойдете до ринга после беляша. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал «Клон» в описании, а то этот могут заблочить. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok